Так вот, о монашестве еще пару слов надо сказать. Монашество в 5-м столетии, после того самого злополучного собора 22 июня 431 года, монашество стало во главе церкви. Большинство служителей высокопоставленных, вот этих вот епископов, метрополитов, патриархов, были уже монахи. В общем-то, женатые епископы были уже в то время большой редкостью. Хотя это было против слова Божьего, мы понимаем это, читая Библию, мы видим, что это против Божьего слова и здравого смысла вообще. Но вот, что было, то было. И до сих пор, допустим, как наследие этого мрачного времени, как бы, знаете ли, как эхо вот этой страшной войны, этого события, в католицизме, допустим, в римском католицизме, все служители, к сожалению, они вынуждены вот брать на себя вот эти обеты. Нет, некоторые, я понимаю, конечно же, некоторые из них, я знаю таких служителей, у меня есть знакомые, друзья, есть католики, служители, я знаю некоторые из них, они по доброй воле, то есть это их решение, это их посвящение, это их воля, это их право, и Иисус говорил, кто может мстить, да вместят. И я тоже когда-то хотел быть монахом вообще-то, но в своей жизни, наверное, многие молодые люди, когда вот в церкви делают первые шаги, в православной, католической, наверное, хотят быть монахами. Потому что это подается, знаете ли, в таком виде, как вот идеал, пусть там недосягаемый Олимп, но это как бы такая светлая вершина. И потому что вот эти вот отцы первопроходца монашества, они подаются, как вот такие столпы веры, что ли. Я читал в Добродолюбе, допустим, где тот же самый Макарий Египетский приписывает ему много прекрасных таких выражений, может быть, он какие-то из них на самом деле сказал, я не знаю, но я зачитывал с этими словами и думал, надо же, какая мудрость, какая глубина. Это же Соломон наших дней, как бы, значит, ну не наших дней, но уже нашей динаминации, нашей церкви. И, конечно же, знаете ли, конечно, некоторые наставления настораживали очень сильно в Добродолюбе том же самом, некоторые даже отпугивали, но я думал, наверное, это от моей такой бездуховности, такой как бы слабости и вообще немощи человеческой, наверное, нужно мне просто по вере принимать все это. Раз церковь одобряет, раз это опыт предания моей динаминации, я это все принимал. И я тоже, помню, монашествовал так понемножку-то, значит, было дело. Начитался там о монахах, и давай там поститься, значит, и потом уже привык к ней есть, как бы, значит, и жил так. Допустим, боялся этих комариных укусов я очень сильно, значит, как аллергия такая большая у меня была, но думаю, нет, что за ерунда, я же собираюсь монахом быть. Я специально оголял торс, значит, садился на поляне лесной, значит, и ждал, пока они меня залепят, значит, облепят всего, и кровь сосут. Я смотрел и терпел, вот, потом все за уделы, конечно. Ну, я вам рассказываю некоторые такие вещи, может быть, но я думаю, ну, я хотя бы немножко все-таки, не до крови еще сражался, но, как бы, думаю, попробую нечто подобное. Я старался меньше мыться, значит, там, как бы, значит, и оно, как бы, само собой, такой образ, такой православно неряшливый такой вид такой был, значит, как бы, где-то, как бы, это признак духовности какой-то особый в православии рассматривается, и, значит, ну, в общем-то, с этой позиции любой бомж, это святой человек вообще, значит, и, но знаете ли, конечно, это была большой проблемой моей такой, и я даже в монастырь сбегал там, в Загорск, в Сергий Посад, значит, нынешний, и в Троице-Сергию Лавру, вот, мама меня оттуда забирала, я уже, хотя моя мама, она обещала, что я скорее умру, чем переступлю порог в церкви, любой там, но они были атеистами, и родители мои, но мама нарушила свою же клятву, она все-таки переступила порог Лавры, храма, значит, там, чтобы меня оттуда достать, значит, там, и задействовала всех, кого можно было задействовать, чтобы вытащить из монастыря сына, значит, но я как бы смирился, мне там этот, один из архимандритов, тогда Федор был такой, значит, он был, ну, в чем-то моим духовным отцом где-то, значит, и я, по крайней мере, жил при нем, значит, и он говорит, ну, Сережа, ну, вот, смиряйся, вот, раз тебя родители забирают уже, значит, ну, смиряйся, но потом при случае, ну, к нам, думаю, ну, хорошо, я как-нибудь перехитрю родителей, успокою их бдительность, и как бы опять смоюсь из дома, ну, а потом, слава Богу, я увидел свою будущую жену, значит, она тоже в храме, значит, читала, пела иногда, но она больше помогала там монашкам, значит, она готовилась тоже в монастырь, только в женский, конечно же, вот, а я там хором руководил в этом храме, где-то с год, наверное, да, встретились, я понял, мой монастырь закончился, да, теперь шесть монахов, монастырь семейного типа, да, здорово, ну, понимаете ли, ну, представить вот страшно, если бы, допустим, мы не встретились бы, да, если бы там, значит, допустим, меня, если бы я вот тогда бы, если бы мама меня не забрала бы, да, так бы и остался бы там в том же Троице-Сергием в этой лавре, ну, и могла бы быть моя жизнь совершенно другая, знаете ли, ну, честно говоря, монашеская жизнь меня где-то и отпугивала, конечно, потому что одно дело по книжкам судить, по картинкам, по сочинению монахов древности, другое дело, или, допустим, как сейчас, допустим, по телевизору, как показывать монашество, там свечи, там такие умильные такие лица, такие, такая нирвана такая, значит, при свечах, там молятся, иконы, мерцания, такое, все хорошо, идиллия, другое дело, конечно, изнутри. Это все равно, что сравнивать, допустим, советскую армию, мне было, когда я попал в советскую армию, допустим, с программами «Служу Советскому Союзу» и «Настоящая армия», вот примерно такая же разница, как бы, между, значит, одним и другим. Конечно, значит, ну, ладно, это сейчас не моя тема, но, как бы, записки так путешественника, путешествующего. Да, и, ну, я подумал так, что вот, видимо, монашество уже, как бы уже, во многом уже не монашество, но надо ревновать о настоящем монашестве, как бы, вот об истинном. Но библейский, в 96-м году, когда, вот, будучи сельским священником, знаете ли, вот, библейский стал историю монашества пересматривать именно, мне было жутко, многие вещи, тот же самый Макарий с черепом, мне совершенно по другим углом увиделся, совершенно. То, я думал, надо же, какая великая сила Божья, надо же, он тебе и духа тебе достал прямо из ада, и вызвал его, и он должен был ему отвечать, обязан был, значит, и вопрос-ответ, значит, думаю, надо же, как он получил откровение, думаю, вот, ну, как бы, молодец, как бы, вот, а здесь я увидел, стоп, так это же спиритизм, это то, что Бог запрещает, даже обращаться к тем, кто занимается всем этим, не то, что самим это все делать, но через Писание видится все по-другому. Кстати, в 96-м году меня вот в чем, как бы, так вот, было очень даже неприятно в чем-то даже для меня, неприятность такая была, что я осознал, что во многих вещах, во многих вещах, в которых я думал до того, что я служу Богу, я служил дьяволу, и вот это прозрение было не из приятных, я вам скажу, очень неприятных. Это как вот в фильме «Матрица», да, первая часть, когда вот люди живут себе, значит, да, думают, все нормально, ходят на работу там, живут, а потом оказывается, что они вообще не живут, вообще они и ничто, и никто, и зовут их никак, и они вообще просто лишь вот заложен с этой системы дьявольской такой, вот, и если они просыпаются, кто смотрел там, ну это жуткое зрелище, да, вот, вместо жизни, оказывается, они были просто отбросами какими-то вообще, которые использовали лишь. И вот реально я проснулся, вот, и видел совершенно другой мир, но слава Богу, что в этом грязном всем, в чем я увидел себя и свое положение тогда, и свою динаминацию, и все окружающее, я увидел луч затеря света, я увидел вот этот маячок для себя, это сам Иисус, я понял, что вот, значит, знаете ли, вот, оно все, первые христиане, думаю, они же не имели ничего, многое из того, что мы сейчас имеем, но они имели Христа, и это были христиане. Сегодня мы имеем много всего, и порой это все загромоздило, как бы, как вот превратилось-таки в плотные слои атмосферы, знаете, закрывающие просто-напросто вот эту истину, хотя по мнению, там, теологии нашей, это должно было наоборот показывать это все еще большей степени, как бы, вот это все, предание, вот эти все традиции наши, они должны были быть красивым оформлением, красивой рамой, но сама рама, она забила всю картину просто-напросто, картина стала блеклой и невзрачной, а вся рама, она стала сияющей, и есть такой, да, я встречал у некоторых коллекционеров подобное, хорошая работа, но в такой огромной раме, там столько золота, столько всего, что сама картина и не видать ее уже. Вот так вот, и, как говорил один из еще первопроходцев российского обновленчества, Александр Вединский, еще 80 лет назад, он говорил, и попала, говорит, птица царства божьего в золотую клетку государства, вот как бы, получилось так, попала в западню золотая, но клетка. Да, и по поводу, значит, проблем монашеских, монашество, оно вышло из гностицизма, да, я еще раз повторяю, для чего? Чтобы нам уразуметь, почему именно в это время был всплеск антисемитизма, и почему именно, значит, параллельно со спиритизмом, оккультизмом, антисемитизм занял крепкие позиции в государстве, в церкви. Дело в том, что гностицизм древнего мира, древнего Рима, допустим, это был ярко выраженный антисемитский гностицизм. Почему? Да просто-напросто потому, что даже Писание, Писание Тора, да, говорит нам, что Бог создал все, он создал и видимый, и невидимый мир, он все создал абсолютно, но, знаете ли, гностики утверждали, что Бог Ветхого Завета, это и есть дьявол, или же Бог меньшего, низшего иона, а что вот Бог, который открылся через Иисуса, якобы Нового Завета, это и есть добрый Бог, но самый истинный Бог, это якобы он недосягаем и недоступен, и его невозможно никак узнать и познать вообще. Вот у них была своя теология, очень такая превратная теология. И поэтому гностицизм в любом виде абсолютно умеренный или ярко выраженный, был антисемитский, сплошь антисемитский. Ненависть к еврейскому народу была плотью и кровью гностицизма вообще как такового, потому что само понимание, что евреи, сам факт существования еврейского народа, он был вызовом гностицизму, понимаете ли, вызовом этой системе, философии. Сам факт существования еврейского народа. И гностики даже разрабатывали такую теологию свою, что якобы все народы были сотворены Богом, как бы от одной крови впоследствии, ну кроме материальных тел, ну сама душа народов, кроме еврейского. Оказывается, еврейская душа была создана дьяволом, оказывается, в их понимании. И якобы слова Иисуса, отец ваш дьявол, якобы она вскрывает подлинную суть еврейской души, как бы вообще бред, вы скажете, ну это не может быть. Но гностицизм, он был изначально антисемитским. Христианский гностицизм, это было, знаете ли, такой клакой, это было именно, вот как в украинском переводе написано там, кодлогадючий, да, вот такое, вот такое было кодлогадючий. Вот именно собрание христиан-антисемитов, этих гностиков. Так вот, за каких-то 20 лет настолько далеко все зашло после вот этого Третьего Вселенского Собора, что монашество стало, по сути, уже главенствовать над всей церковью и диктовать свои условия церкви. Необходим был даже новый собор, потому что некоторые монахи, допустим, учили таким странным учением, что требовалось даже, ну, рассмотреть, как бы это отдельно на соборе. В 451 году собирался новый собор, нам надо его тоже запомнить будет. В 451 году, ровно 20 лет спустя. В 451 году в Халкидоне. Это тоже исторический собор, для нас очень важный сейчас, изучающий историю церкви. 451 год, через 20 лет, четвертый, по счету четвертый Вселенский Собор, уж да. Я не буду всем давать соборы, оно вам, как бы, и сейчас не к чему. Тем более, эта тема очень большая, и нам недели не хватит, допустим, для рассмотрения именно истории Вселенских Соборов. Она очень большая, эта история. И драматичная, и поучительная очень тоже, конечно же, но мы будем лишь какие-то важные моменты из этой истории сегодня узнавать. Так вот, на 4-м Вселенском Соборе в Халкидоне, в Халкидоне, поэтому собор называется Халкидонский Собор, в 451 году был легализован оккультизм в христианстве. Если, значит, в 431 году многобожие было легализовано, то в 451 году уже оккультизм был легализован. Большинство, подавляющее большинство участников Собора 51-го года были монахи. И также, конечно же, были и не монахи, но подавляющее большинство было именно монашествующих. И есть такой, да, в чем заключался оккультизм, легализованный на этом Соборе? Использование мощей, человеческих останков в богослужебной практике, значит, а также поклонение этим останкам человеческим. И также молитвы за умерших, значит, они были как бы систематизированы уже и обязательны уже для всех христиан. В общем-то, много чего нехорошего произошло на этом Соборе Халкидонском. Я вам расскажу проще на примерах, вам будет так запоминаемый. Самый такой интересный эпизод, который официальная православная и католическая церковь признает как именно духовный, положительный пример. Монахи много спорили на этом Соборе о разных вопросах. И вот судьей над собой они поставили покойную девушку одну умершую, значит, ее звали Ефимия. Да, Ефимия. Ефимия Всехвальная. Официально даже есть такой праздник. Я не помню даже дату точную. Ну, может и не надо. Это, вспомню, скажу, праздник есть, чудо Ефимии Всехвальной. Он так называется. Не, сейчас будет сложно найти. Нет, вот праздник. Он летом когда-то празднуется. Чисто оккультный праздник. И ужасно, что вот до сих пор 451 год. Надо же, вот я нашел. 24 июля отмечается, да, по новому стилю, нашему календарю светскому. 24 июля. Воспоминания чуда великомученицы Ефимии Всехвальной. Им же православие утвердите. Это официальное название этого праздника. Значит, о самой Ефимии девушке ничего не известно фактически. Известно лишь, что ее лет за 130 или там, я не помню, ну, больше 100 лет однозначно, до этого ее казнили. За веру во Христа, как считается, ее казнили. Ну, лет 150, допустим, до этого ее казнили. И ее тело положили в такую гробницу в этом Халкидоне самом. В условиях пустыни халкидонской ее тело стало, ну, мощами, как бы, да, вот высохшая такая, ну, извиняюсь за подробности, но вот как мумия, может быть, да, допустим. И вот монахи, они так рассуждали, что это девственница, значит, чистая душа, она убита насильственно, убита, а в понимании гностиков, если девственница, значит, если, тем более, убита невинно, значит, да, значит, и то такая душа, она в сеансе спиритическом безошибочно может указать, значит, дорогу, указать, значит, допустим, какие-то особенности такие, значит, учения. И вот монахи, православные уже христианские монахи, они так рассудили, что давайте спросим Ефимию, пусть она даст ответ нам, ее душа, ее даст ответ. И вот открыли гробницу этой Ефимии, в ее гробницу положили всевозможные там свои там эти, как рукописания, как трактаты какие-то, и потом закрыли гробницу, запечатали печатями и молились, уже самой Ефимии молились. Молились, почему? Потому что уже через 20 лет уже было возможно молиться не только Богородице и некоторым святым, но уже и самой этой Ефимии, как бы. Они помолились ей всем собором уже, это был спиритический такой сеанс, значит, именно не в пустыне где-то, ну, в смысле, это в пустыне, да, но это не было так вот в безлюдном месте, там было много людей, там были с разных частей империи представители, там были представители императорской власти. И вот, потом открывают гробницу, и вот тебе ответ Ефимия якобы дала. Какой? Одно из этих рукописаний у нее в руках, остальные, как бы, в ногах. Но оппозиция не поверила, заявила, что это фокусы. Тогда, хорошо, председатель сказал, хорошо, мы не будем закрывать, теперь попросим, чтобы Ефимия сама дала ответ. И они молились ей, там, как бы, ой, Ефимия, там, дай ответ и прочее. И вот, якобы, труп ожил, ну, не сама, а вот рука ее, как бы, и она протянула эту руку, значит, там, этому председателю и вручила ему это рукописание. Я скажу, когда, наверное, в Голливуде будет кризис жанра фильма ужасов, им, наверное, надо экранизировать жития святых. Думаю, будет так очень ужасно в чем-то. И вот, якобы, председатель, он взял из рук Ефимия, значит, достал вот эту руку писания, но оппозиция все равно не поверила, пришлось ее репрессировать. Но, по крайней мере, значит, стало известно, что Ефимия, она дала ответ. И вот, может быть, это были фокусы, кто его знает, с трупом. Но официально церковь утверждает, что это было знаком свыше. Якобы, дух Ефимии, как бы, дал ответ. И, якобы, вот это есть, как бы, одобрение свыше, использование мощей, как бы, да, останков умерших для, ну, в практике такой, богослужебной, с того самого 51-го года останки святых этих, останки мощи, да, стали распространяться. Люди даже в церкви некоторые соревновались друг с другом, значит, у кого больше мощей, а у нас там такой-то святой, у нас там всякой-то святой. В средние века, допустим, были скандальные такие случаи, особенно, когда началась реформация. Ведь все тайное рано или поздно становится явным. И, хотя обманывали население монахи многие столетия, но во время реформации все это всплывало наружу. Оказалось, допустим, что три головы одного и того же святого было обнаружено. Да, значит, это был скандальный случай с Афанасием Александрийским. Потому что крестоносцы привозили его голову, значит, и продали, значит, там, как бы, одному из монастырей. А потом выяснилось, они продали не одну, а три головы. Трем разным монастырям, при том с сертификатами, с печатями, все, значит, что, значит, заверениями, что это именно вот с гробницы святого, значит, что это именно Афанасия Александрийского голова. Он был такой умный, вот поэтому такая голова такая у него большая, значит, и как бы вот и молитесь этой голове. Потом множество ребер, зубов, там, столько, что даже у акулы, наверное, столько не вместится в пасти. Столько бы, даже если молочные продали бы зубы этого святого, все равно не хватило, конечно. Да, потом там молоко, грудное молоко матери Иисуса Христа, якобы, Мария кормила Иисуса, и вот она как бы молоко грудное сцежила отдельно, значит, и как бы это все в бутылочке сохранялось, сохранялось, как бы, значит, и вот по капельке грудное молоко, значит, и Богородицы, потом волосы каких-то святых, там, ну, много-много всего. Даже обрезание Иисуса Христа. Ну, вот Иисуса же обрезали, а куда же обрезки дели? Вот якобы Мария сохранила обрезки. И якобы, значит, крестоносцы обнаружили, ну, обнаружили еще раньше, но потом перевезли в Европу, и все это продали, там, значит, забешенные деньги, огромные деньги, обрезание Иисуса, но все-таки у нас же тело Иисуса, значит, для поклонения, много столетий поклонялись всему этому, потом это пропало на время, потом опять было обнаружено. И вот до сих пор в Ватикане выставляется, значит, на поклонение все это. Но, опять, не всегда, а в особые такие торжественные праздники выставляется обрезание Иисуса Христа. В Киеве, значит, как раз там один брат есть, он сейчас в церкви такой евангельской, а раньше он был греко-католиком, и он был такой, ну, спонсор богатый католической церкви. И вот, значит, бизнес такой у него был тогда итальянско-украинский бизнес такой. И у них в офис там в Риме был напротив как раз Ватикана через дорогу. И он часто там бывал и приносил там пожертвования, тогда, начало 90-е, прям чемоданами, там, наличку, там были в шоке кардиналы, значит, как бы мафиозы такой украинские, значит, приходят, значит, и жертвуют, значит, вот, ну, реально большие деньги, даже для них были большие деньги. И вот, значит, им, ну, и, конечно, значит, он себе приобрел такое имя, у него были там даже от кардиналов там подписаны сувениры, от папы римского, там, значит, там сувенир там и прочее, значит, то есть он был вхож в такие круги кардинальские, поэтому. Так вот, ну, немного тогда украинцев было, вот, как бы, вот, вхожи туда. И вот этот самый, значит, брат однажды рассказывал, значит, в библейском институте, что вот так делился в Киеве, что вот, что повлияло на его, как бы, покаяние, почему он покаялся в этом всем. Однажды, значит, когда их водили тоже во всем возможным этим вот собору, к какому-то там местам для поклонения мощам, и там ребра, ну, как бы, весь храм был в этих вот костях, ребра такого-то святого, там, значит, там, 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 челюсти таких-то святых, там, все-все-все-все. Идешь, и, ну, он верил в это, поклонялся тому, как бы, как мог. А в конце, в ларце, там, обрезание Иисуса Христа. И он понял, стоп, не знаю, чему кланяюсь. Вот, как бы, он отказался целовать эту гадость, значит, и он понял, что это, ну, реально, ну, что-то не то, что-то не то. И он спросил этого ксенца, говорит, ну, а как вы прокомментируете это вообще? Вот, что поклоняться надо этому всему. А он говорит, это вопрос веры, говорит. Веришь, поклоняйся, не веришь, ну, как бы, не поклоняйся, не настаиваем. И вот, слава Богу, вернувшись уже в Киев, человек просто взялся за ум, значит, и Господь дал ему на пути встретиться именно как раз вот с евангельскими верующими. Он был, ну, пришел к покаянию, значит, там, прочитал Писание и понял, что вот обманывали. И его, и его товарищей очень жестоко батюшки обманывали вот такими вещами. И сами эти священники многие просто находятся в обмане, страшном обмане, обольщении. Да, друзья, и вот на соборе там все было так вот как бы и провозглашено. И с того, даже профессор Постнов, православный профессор Постнов в своей, опять-таки, книге «История христианской церкви», вчера я уже упоминал его, он говорил, что еще в начале 4-го столетия сама идея совместить церковь, здание церковное, да, и могилу, как бы, да, гробницу была бы, ну, с презрением отвергнута, говорит, в начале 4-го столетия, но уже в конце это стало нормальным. То есть признали уже служители, что это нормально, а в начале 5-го столетия уже стали соревноваться друг перед другом уже, у кого больше этих костей, мощей и прочее. Ну, и спрос рождает предложение. Если даже нет мощей, будут мощи. Да, да, друзья. И что еще? В это же самое время началось мифотворчество, религиозное мифотворчество. Религиозное мифотворчество – это отдельная тема, просто она огромная, эта тема. Я скажу, что создавались мифы всевозможные, ну, как бы, сказки. Там, братья Андерсон, братья Гаверин, там, Андерсон, будьте здоровы. Все это, как бы, ничто в сравнении с тем, что творилось тогда, в те времена. И здесь было дело не просто в больном монашеском воображении, а вот именно был заказ определенный на подобное мифотворчество. Нужны были святые, нужен был культ определенный. Я так понимаю, что дьявол, он специально вот разжигал такие нездоровые увлечения, страсти, чтобы как можно больше христиан отвлечь от Иисуса. И без того Иисус отводился очень довольно-таки скромной уже роль во всем этом пантеоне. Но с помощью этих мифов, создаваемых, ну, сводили на нет вообще Христа в жизни христианской церкви. Пример приведу этого мифотворчества религиозного. Сам культ Богородицы был разработан до деталей. Допустим, праздники возникли, Рождество Богородицы, да, вот в сентябре праздница, Рождество Богородицы. Мы не знаем о дне рождения Иисуса, когда он родился, тем более мы не можем знать день рождения Марии самой. Но, понимаете ли, если в четвертом столетии вопрос поднимали о Рождестве Иисуса, то здесь уже о Рождестве Марии. Давайте сделаем праздник Рождества Богородицы Марии. Когда? То же самое, заменили просто древние, в сентябре как раз эти вот мистерии празднества Богородицы Артемиды Ефесской, то же самое, допустим, других Богородиц, Изиды в Египте, то же самое торжество. И в сознании многих людей в памяти сохраняло, что это все-таки Богородичные праздники. Это как бы сентябрьские вот эти вот все, в это время как раз проходили мистерии, праздники, поклонения, жертвоприношения. И как раз на эти дни назначили Рождество Богородицы, уже Марии. И такая же символика, кстати, даже цветовая гамма та же самая сохранилась до наших дней, ну в православии, по крайней мере, у католиков нет. Допустим, православные служители традиционные одевают голубые облачения, голубое с золотом, считалось и в древности одним из символов Артемиды, потом Изиды, то же самое, и Семирамиды еще. Семирамиды, сын Фомузы на руках, то есть это как бы Астарты, то же самое Астарты, то есть получается преемственность даже в свете была. Потом в поклонениях, было придумано о Рождестве ее нелепость, на Западе она, эта нелепость стала догматом, ну не сразу, а еще получается в 19 столетии только. То есть не сразу развивался даже догмат о непорочном зачатии как бы Девы Марии, то есть что она сама была зачата непорочно. То есть Иисус, получается, он пришел всех спасти, кроме Марии, которая уже не нуждалась в этом спасении, и она как бы будучи уже непорочной с самого своего зачатия, она была женщиной другой планеты, и она не была еврейкой даже, по большому счету, потому что согласно этой теории, она как новая Ева, то есть она создана была Богом как бы именно вне человечества, как бы отдельно, на нее никакой грех не мог распространяться, значит абсолютной, и она не была человеческой природы обычной, то есть согласно этому догмату. Но официально этот догмат был принят в католицизме после многих столетий рассмотрения, только лишь в 1870 году, там где-то году, на Первом Ватиканском соборе. То есть получается, ну довольно-таки так свежий относительно догмат, но в него до сих пор верят католики, очень рьяно отстаивают, и грехокатолики. Но в православии этот догмат, он так и не стал догматом, хотя многие в это верят. Вот в личных таких приватных беседах многие священники в это верят, к сожалению. Но в православии не является догматом, то есть ты можешь верить и можешь не верить в это, будучи в православном церкви. Потом, что еще? Введение во храм Пресвятой Богородицы. Да, вот еще один праздник придуман был. О Рождестве там говорится, что, допустим, что и Аким, и Анна, ее родители, они были бесплодными, не могли рожать и были в поношении. Вот на старости лет Бог сверхъестественно создал в утробе Анны девочку. Значит, сверхъестественно, а почему якобы там птичка прилетела и человеческим голосом сказала и Акиму, а потом Анне проговорила, значит, и что-то будет сверхъестественно. Там такая легенда, что сейчас все буду рассказывать. Вы скажете, ну сказка, ну да, сказка, но в нее верится. Я как бы тоже верил, представлял себе даже, такая птичка такая, чирик-чирик. Да, ветром надуло. Анна беременна, значит, и Аким счастлив, значит, и родилась Машенька. Вот, и, но якобы Анна, она дала такой обед с Акимом вместе, дала обед такой, что, когда девочке исполнится там, не помню, 3 или 4 года, ее посвятят Богу, отдадут на полное служение как бы в храм туда. Интересная очень такая, да, традиция такая, вообще не вписывается никак она, значит, в ту картину. Но в пятом столетии, понимаете ли, были оторваны от еврейских всех этих праздниц, традиций, поэтому как бы на культуре греческой и римской это было, ну а почему бы и нет, может быть так и было, наверное так. Это все, что, допустим, культуру индейцев, да, допустим, рассматривать через книгу, книги, допустим, Купера, Немора Купера. Вот то же самое, на самом деле ничего общего с реальными индейцами, реальная индейская культура ничего не имеет. Вот если, допустим, образы индейцев у Финемора Купера взять и сказать, вот это были индейцы такие, они никогда такими не были вообще, и это совершенно другие личности. Вымышленные, но красиво придумано, да, хотя многие индейцы подыгрывали, значит, и когда видели белых людей с такими странными выражениями, они тоже так вот, как бы, ну почему бы и нет. Но это отдельный разговор. Так вот, и якобы ввели в храм ее, якобы вот праздник введения во храм, он празднуется в традиционном православии, католицизме в декабре, начало декабря. И вот якобы Марию ее в таком сопровождении, таком торжественном, привели к храму, якобы первосвященник, он иудейский, вышел из храма, взял эту девочку за руку и ввел ее в храм. Следите дальше. Ввел ее во святое святых Иерусалимского храма и оставил ее там жить. Дальше, дальше некуда уже было. Короче, она жила там якобы до 14 лет. И представляете себе, каждый год первосвященник заходил жертвы туда, а там такая девочка, дедушка, здравствуйте, проходите. Это как в фильме Догма, помните, да, когда там такая девочка, бог в виде девочки выходят такой. Вот такая же ерунда, но фильм это понятно, это посмотрел и как бы, ну так, интересно, забавно. А здесь доктрина, здесь празднество. Ну вот, есть, правда, более совершенная версия такая, более такая новая, что якобы первосвященник все-таки вывел ее из святого святых. Да, а по древней версии, да, она жила с 3 до 14 лет во святом святых, якобы она была питаема ангелами. Те приносили ей какую-то ману, там, значит, она кушала и, значит, и жила там. А потом в 14 она вышла на Божий свет, значит, и стала, значит, вышла замуж, значит, тут же, значит, и прямо оттуда ее выдали. И я, вот она стала матерью Мессии, поэтому, как бы, поэтому ее сравнивают с ковчегом, значит, и прочее, прочее, прочее. И вот, значит, и по новой версии, ее все-таки священник вывел, первосвященник из святого святых в тот же самый день. Да, это было написано на глазах всего Израиля. И потом он вывел ее и поселили ее при храме, но, согласно новой версии, она каждый день ходила молиться во святое святых Иерусалимского храма. Якобы она только лишь молилась там, каждый день, обращая ваше внимание, и за дня в день на глазах всего Израиля девочка 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, она идет, идет, идет каждый день и молится во святом святых Иерусалимского храма. Это невероятно. Там такое силовое поле было, наверное, что камни не долетали. Но вообще скажу, что вот такая фантастика, да, для чего она была нужна эта фантастика? Для того, чтобы вот, ну, показать, как бы, в глазах населения поднять вот рейтинг Марии, да, что она очень высока, она очень велика и недосягаемо чиста, значит, и свята, и непорочна. Поэтому ко всем святым, допустим, умершим, да, и к ангелам в православии, в католицизме молятся, моли Бога о нас. А к Марии не так, к Марии молятся, спаси нас именно. Не моли Бога о нас, не, хотя в молитвах есть такое, что молись за нас, там, прочее, но, значит, во всех храмах поют там так, Пресвятая Богородица, спаси нас, там, святитель, отче Николы, моли Бога о нас, и святи молить им. Давайте молебен послужим, а? Вы не против? Но молебен, знаете ли, скажу, что раньше, когда молился за этим святым, то я вкладывал в это все, ну, я молился, я реально переживал, я думал, что на вот этом обращение к ним, к этим умершим святым. Но к Богородице особое отношение, особое духовное отношение, потому что она считается именно, ну, не той, которая просто может молиться, а и спасать, имеет функцию спасать. Да, в этом мифотворчестве, не будем все записывать, наверное, запишем еще, просто, пример такой, из мифов, рожденных тогда, в то время, Успение Богородицы, Успение Богородицы, да, Успение это, ну, как бы, она уснула, как бы, имеется в виду смерть, день кончины Богородицы, да, он празднуется особым праздником, и вот Успение, Успение Пресвятой Богородицы, так звучит этот праздник в православной. Вот Успенские соборы, допустим, Киевская Печерская Лавра, называется в честь Успения. Успение очень известный праздник в православной церкви, в католицизме тоже очень известный праздник Успения, но он лживый, не то, чтобы Мария не умерла, но, согласно этому празднику, она умерла и воскресла. Звучит так, вот эта легенда, я вкратце расскажу, что якобы Мария за две недели до смерти опять видит вдруг Архангела Гавриила, тут опять ей то же самое говорит, радуйся, благодатный, Господь с тобою, она в шоке, что опять? Нет, это уже моя версия, но я думаю, что Мария, наверное, была испугана, как бы на старости лет, знаете ли, опять Архангел, ну мало ли, что бесплотному, значит, нужно, значит, и, ну мало ли, Сара родила и в сто лет, значит, всякое может быть. Да, может теперь, знаете, как в Терминаторах, был один, да, теперь нужно еще другого, чтобы послать тоже. Да, 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 ну, и вот, значит, ну Мария, она, значит, выдержала это испытание, значит, и доблестно, и она сказала, что я раба Господня, что мне надо сделать, она, Ангел сказал, что я пришел теперь по твою душу забирать тебя, но Мария почему-то не была довольна этим, она попросила отсрочку, Архангел созвонился с кем надо и сказал, ну две недели, максимум две недели тебе дается отсрочки, как бы, вот, хорошо, и спросил Архангела, ну по старой дружбе, чем могу ли быть полезна вообще тебе, Мария, она сказала, о, у меня есть хорошая такая просьба, собери мне всех апостолов в Иерусалим, я хочу с ними попрощаться, поговорить напоследок, они все уже разошлись на проповедь и были далеко и приехать не смогли бы за две недели. И вот, Архангел говорит, хорошо, я пошлю ангелов, которые доставят их прямо по воздуху сюда, в Иерусалим, и они попрощаются с тобой. Мария якобы две недели постилась и готовилась, как бы, к исходу, и вот, значит, и ангелы доставили всех апостолов в Иерусалим, они с мамой попрощались, всех, кроме Фомы. У Фомы была проблема. Ну, наверное, ему не понравилось средство передвижения, наверное, может, испытывал духов, я не знаю, значит, но когда он прилетел, но прилетел позже, может, вылет из Индии задержался, знаете ли, нелетная погода. Одним словом, он прилетел уже, когда маму похоронили уже, вот, и он сказал, братья апостола, пожалуйста, откройте мне могилу, я хочу попрощаться с мамой. Ему говорят, Фома, ты что, перегрелся на жарком индийском солнце, ведь уже все, уже три дня прошло, значит, по всей вероятности уже, как бы, уже и смердит где-то. Вот, значит, но Фома, как банный лист, пристал, значит, и все, они говорят, хорошо, Фома, ради тебя, откроем гроб. Открыли, а Марии нет. Пелены лежат, плат отдельно свитый, буквально, как в сцене с Иисусом. Один к одному. Они, значит, ну, как бы, где-то понимали, что произошло, но, как бы, боялись признаться себе, пришли на конспиративную квартиру свою, в Иерусалимскую, вот, страх ради своего традиционного иудейского, и решили сделать хлебопреломление, значит, в этот день. И вот, и только они хлеб подняли и хотели помолиться, в этот момент вдруг крышу срывает. Якобы исчезает вот этот потолок, этот вообще крыша вся исчезает, значит, и они видят большую маму, которая сходит туда прямо в их собрание. Это дом большой мамы 3, я называю. Я люблю обе серии, дом большой мамы, значит, часто смотрим с детьми. Но если бы я снимал третью маму, я бы снял бы, так, вначале, когда еще пишут еще, значит, когда еще пишут еще, вот, сходит, опять черная только мама такая, они в шоке были бы. Большая мама, апостолы в шоке, один из них был бы черный точно бы. Это был бы Лоуренс, наверное. Вот, да. Ну, можно и Мерфи предложить тоже Петра сыграть, он пошел бы, наверное, на эту роль. И вот, значит, и одним словом, мама пришла, они не то с перепугу, не то с особого откровения, хлебопреломление совершили уже не во имя, значит, Божье, а во имя Марии. И благостовение произнесли уже во имя Марии. И совершили хлебопреломление, как бы ее плотью причастились. Значит, и Мария в это время, пока они жевали мацу, значит, там, она им сказала, что, братья, я вас посылаю теперь, как сын послал, так теперь я посылаю вас. Идите по всему миру, научите и прочее. То есть, вот теперь только все и начинается, как бы. Вот теперь, якобы, она объяснила всю эту проблему, якобы, она уже воскресла, и воссела одесную теперь своего сына. Иерархия усложнилась теперь. Значит, и, но она напомнила, что про вас я тоже не забуду, потому что вы сядете на свои престолы, значит, как положено, все. Но я одесную сына теперь, все. То есть, вы будете ниже рангом, однозначно. Апостолы, значит, пошли на проповедь, и вот уже получается не история христианства, а история марианства. Значит, но, опять-таки, до самого пятого столетия ничего подобного даже близко не знали христиане, и жили себе, и нормально себе служили Богу, и несли Слово Божье апостолам, и не в намек было, что придумают средневековые такие вот эти вот авторы. Но, знаете ли, настолько эта ложь, она понравилась грекам, римлянам, что до сих пор она вот жива, и миллионы душ в это верят. Даже называют Успение, праздник Успения, Богородичный Пасхою. Знаете ли, вот, допустим, праздник Ведения или праздник Успения, вот поди вот объясни обывателю нашему, да, православному, что это ложь, или католическому, допустим. Так, ну, не поверят ведь. Пока Библия не будет именно книгой, не просто обрядово-богослужебной, да, а именно вероучительной для человека, до того момента, значит, как об стенку горох, очень трудно человеку уразуметь, что его обманули. А те священники, что вот приватно даже как бы и соглашаются, что да, ну, да, ну, ложь. Но ведь во спасение ложь, ну, чтобы все-таки, ну, как бы, на добро, как бы. А потом другие говорят, ну, не мы придумали, не мы отвечать будем. Вот как бы мы лишь винтики в этом большом механизме. Даже некоторые мне говорят, ну, а ты что доказал кому? Вот ты ушел со своего прихода прежнего, ну, и что, на твое место поставили другого батюшку? То есть механизм все равно действует. Ты лишь винтик выпал, поставили другой. Кому что докажешь? Я говорю, господа, я не хочу никому ничего доказывать. Я и не эту цель преследовал абсолютно. Вот мне вот важна истина. И сам Господь, я Ему служу. Вот, а то, что священники так мыслят, наверное, это, опять-таки, вот традиционно такое верование, вот эту коллективную такую ответственность, такую перед Богом. Мол, поодиночке не спасемся, а все вместе вроде как бы и где-то пройдем, знаете ли. Вот, но для таких господ скажу, что это ложное учение, ложное убеждение. Есть персональная перед Богом ответственность. Неважно ты, еврей ты, христианин там, кто еще. Господь каждого просто испытает дело, абсолютно. И будет отчет персональный перед Богом. И невозможно оправдаться, что я ходил, мол, в церковь, или я был в синагоге членом почетном там даже, значит, или чем-то еще. Нет, ни в коем разе. Есть ответ перед Богом. Ему вся слава. А вот этот культ Богородицы, я убежден, как антихристианское явление, он должен просто уйти в прошлое. Дай Бог, чтобы через некоторое время просто-напросто, вот это все, что я рассказываю, это все было просто лишь историей. Дай Бог, чтобы вот об этих вещах вспоминали бы только лишь на уроках по истории христианства. Но когда я вижу миллионы людей сегодня вот одурманенных этой оголтелой лживой религиозной пропагандой, знаете, многовековой религиозной ложью, ну просто очень больно и страшно. Потому что впереди вечность, а люди явно не готовы к этому. Есть надежда на Богородицу. Она как бы не подведет в понимании миллионов людей. Но на самом-то деле и Мария, и апостолы, и все остальные умершие святые, даже самые великие из них, никто из них не может дать спасение. Лишь одно спасение есть у нас во Христе Иисусе. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Есть праздник такой в православии, еще один небольшой праздник, покрова называется, покрова. Но я о празднике не буду рассказывать. Он очень прост. Смысл его в том, что Мария якобы имеет покров свой над людьми. Но на самом-то деле только лишь Господь есть покров наш. Лишь живущий под кровом Всевышнего, под сенем всемогущего покоится. И стихотворение такое однажды Бог дал на праздник покрова. Праздник Божьего покрова станем брать, отмечать. Покровить или иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем. Своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас. Любящий Отец чудесный благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитница тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров сопростирает, лишь на тех, кто в мире свят. Оступников карает, грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца, скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать, отмечать. Покровители иного, кроме Бога, не сыскать. Субтитры создавал DimaTorzok